продолжаем разговор про лизинг да то есть я вот смотрел тоже немецких некоторых блогеров смотрю с удовольствием и допустим германии там тема лизинга она очень популярна и вроде как это выгодно но это выгодно опять же понимаете как допустим если покупаешь машину на себя ну если твою твою добыл например машину там конечно новые машины очень уровне стоит там любой стране и ну понятно какая машина вот но разумнее взять что-то вот посредством сейчас это будет твое потому что все эти лизинговые модели предполагают что ты должен работать постоянно да ну а иначе откуда ты по эти деньги будешь получать чтобы оплачивать лизинг там и так далее аренду там вот все-таки обладание вещью на праве собственности она все-таки позволяет сделать из что какую-то паузу продать эту вещь там перепродать или еще что то то есть но как-то зафиксироваться как а всякие лизинговые модели арендные модели потребление как бы хотелось популярно но я считаю что опять же популярный нет хорошая как бы жизнь то есть если чего нет возможности то он арендую чем на улице жить конечно нет но я до сих пор не очень понимаю людей которые для что нет аренды это лучше вот значит это все так мобильный тут пожил там пожил ты просто деньги выкидываешь на самом деле мне кажется ничего ты не приобретаешь никакой прям такой супер опыт только ты и более того ты постоянно всем психологически должен понимать что должен давать эти деньги за аренду каждый месяц там и так далее то есть аренда кстати я считаю вот единственно для кого может быть хорошо для европейских пенсионеров то есть для пенсионеров с большой высокой европейской пенсии например и когда человеку уже соответственно много лет то есть например ему лет там 70 60 там 80 и так далее он на европейской пенсии например 2000 евро не пенсия такой форме может быть там даже полторы тысячи например ну допустим 2 вот то есть такая хорошая должна пенсия конечно и тогда он конечно может допустим в испании чему 70 лет покупать что-то в испании там как бы если ему 70 лет например 60 лет и так далее у него такая пенсия да он может все снимать в принципе и просто вот так вот пожизненно отдавать но часть своей пенсии на съем жилья 500 евро 400 евро и так далее тогда это выгодно да когда уже как бы нам не работать у тебя постоянно какое-то поступление фиксированные не снижаем пенсионные европейские или американские тогда да тогда зачем покупать ему что если допустим у меня детей например еще что то то есть тогда не нужно действительно он поживет там 10-15 лет в арендованном жилье еще поменяет его если нужно то есть на другой сменит а если все-таки вы молодой как бы но в молодом возрасте таком еще активном экономически то конечно я думаю что в сети аренды это но нельзя туда стремиться что надо стремиться к своему хотя меня может обвинять в том что такое ретроградство и вообще считать что молодые люди любят от снимать там переезжать туда-сюда вот это все я считаю вот может быть моя экономическая стратегия неправильно но я думаю что на мой век этой стратегии хватит потому что опять же не понравилось тебе что-то захотел ты переехать продал подкопил к добавим переехал другое место аренда как бы она вроде бы как бы кажется что да ты ты в итоге ну в общем мне не нравится эта тема постоянной привязанности до какому-то обязательству потому что должен вы исполнять это обязательство поэтому ты не можете никакую паузу в жизни то есть просто опять же слышу недавно ну недавно слышал все эти разговоры что в испании лучше поснимать я считаю что только риэлтор вот с этого выгоду пойми знаете вот вы поснимаете это потом поснимаете то потом вы же всегда комиссию заплатить риэлтор да и при одной аренде как бы отдадите и при другой аренде отдадите там то есть это выгодно только вот риэлтором по сути у них это оборот идет из продажи с покупки с аренды из нового аренды то есть это чисто вот комиссионная такая деятельность вот посредническая поэтому конечно только им это может быть выгодно на самом деле ну опять же в парке ситуации когда допустим чек есть какие-то деньги не поспрашиваем тоже вот как а если я куплю и прогадаю то есть там ну место не понравится еще что-то но пойти опять же смотря кто о чем мы говорим если это речь о россии после россии вам тут ну не знаю но надо очень постараться на самом деле все такой адекватный человек что вам ничуть не понравилось на мой взгляд то есть ну опять же стран испания не такая большая страна то есть не надо думать что если вы прямо вот в аликанте там или в мадриде что-то вот возьмете то все потом будете постоянно жить в аликанте в мадриде ну понятное дело что недвижимость привязывает естественно но здесь очень большая мобильность то есть если у вас есть автомобиль например на даже без него вы можете вполне себе перемещаться в разные регионы позволять себе аккуратненько так все это делать продумывать экономически а вот и все это возможно то есть не это не означает что что быть привязанным только к этому месту поэты зато это будет ваша понимаете сам это будет выгоднее дешевле чем снимать и вы будете понимать что вы никуда ты это не отдаете поэтому при прочих равных я считаю да вот это касается кстати наверное россии испании любой страны я не понимаю вот эти арендные конструкции не понимаю я экономически вот вот эту всю лизинговую экономику пользования временного я считаю что это но только в тех обстоятельствах когда человек не может купить себе там у него нету денег он естественно ходит на работу и часть отдает за аренду что кому не жить на улице но это выгоднее все равно стараться забывать какую-то ипотеку тогда вопрос другом зачем брать опять вот эти дорогущие какие-то объекты вода которые часто рекламируются и все то есть опять же в той же испании и не очень понимаю если бы всем россии это важно там хрущевка там тебя с муравьями да или там какой-то дом крутой может это и важная часть хотя бы же в москве ну всем это москва все равно ты поехал в центр ты такой же человек что там ты приехал там даже как будто ва там что-то приехал там стаганки пошел в театр когда цель там же не написано тебе откуда ты приехал в принципе москва отдельное исключение немножко такой потому что город более такой интернациональный такой мегаполисного типа в испании части тоже так вон плане что если вы едете сюда за комфортом за климатом как бы за европейской такой жизнью экономной но достойной и спокойно всяком случае то как бы я не вижу вот здесь такого смысла прям то есть ну проще взять допустим ипотеку там квартиру которая стоит 60 70 тысяч вот такое что там же будет и платеж меньше и срок будет кредита меньше то есть нам более посильно то есть потека может быть дешевле чем аренда даже так можно быть но при этом вы платите за свое жилье которое будет потом вашим аренда это просто выкидыш денег опять же сразу скажу что речь о том когда у человека есть возможность вот купить и он думает что нет лучше я поснимаю мне кажется что так даже быстрее деньги все разлетятся и все и может ничего не остаться потом итоге только воспоминания о жизни в арендованной квартире в разных местах может быть там так далее вот такие мысли про аренду про собственность надеюсь что видео понравилось ведь уже солнышко такое появилось жарковато всем желаю добра удачи успехов подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите ваши комментарии ваше соображение по любым темам на любые на любые темы будет интересно почитать ответить на комментарии и увидимся в новых видео из испании всем пока